Герои никогда не бывают лишними Для объектов картинка была создана с помощью графики, над которой работали 450 специалистов из России, Казахстана, Украины, Белоруссии и даже Индии. Производство заняло полтора года. Саундтрек фильма написал лидер группы System of a Down Серж Танкян, при участии белорусской певицы Айова. Расскажите, почему было принято решение почти полностью нарисовать фильм? Кто снимает? Все снимает, да, с двух сторон. Она подумала, я про нее говорю. Человек 800 лет назад построил дом, ведь он ему кажется прекрасным, правда? Вот мы хотели, чтобы современный человек, глядя на дом, который был построен его предками 800 лет назад, тоже сказал, какой красивый дом. Слушайте, хорошие технологии, мне кажется, могут, в принципе, политики тоже, вместо того, чтобы ремонт здания делать, просто дорисовать все в графике на видео. Это, да, не думаю, что это сильно зрителя обрадует. Актер Илья Малаков, сыгравший Калаврата, все трюки выполнял самостоятельно. Орудовал двумя мечами, вставал на лошади на дыбы. Илья в тот период сломал руку на спектакле. Ему пришлось сделать срочную операцию, и он продолжил съемки с наложенной на руку шиной. Ну, а у вас есть какие-то предпосылки? Вы, в принципе, всегда юрки были. В Рязани я занимался борьбой и брейк-дансом. То есть можно на голове вертануть, да, какой-то флип, и потом еще с прогиба кинуть, например, монгола. Не кидал, хотя иногда, иногда очень хотелось. Как вы готовились к роли? Сыграл, все. Неисторическое кино, здесь не требуется погружение в психологический тип такого персонажа, который и так, в общем, и по ее источникам не очень понятен. Это всего лишь фантазия на тему нашего не исторического прошлого, а скорее сказочного прошлого. Моя героиня – это Настя, я жена Калаврата. Я отвечаю за любовь, за семью, а это как было тогда, так и сейчас. Расскажите об этой роли. Тяжело было? Мы же не пытались как-то специально по тамошнему говорить. И там мы были максимально естественными. Смотрите, ну, большая часть действий разворачивается в зимнее время. Но снимали вы в павильонах. Получалось ли у них изобразить то, что им вроде бы как холодно? А холод почти невозможно изобразить на экране. Попробуйте сами, если никогда не пробовали. Возьмите, да, ну вот и, собственно, и все. И на вас смотреть уже стало неинтересно. Да, потому что челюсть зажал, глаза зажал, руки зажал, мышцы не шевелятся, сопли из носа текут и все. Какого фильма был бюджет? Производственный бюджет чуть больше 500 миллионов. Только производственный. Сколько? 500 миллионов рублей. А, рублей. Фу. Последние три недели съемочная группа жила буквально на площадке, притащили раскладушки, матрасы, там ночевали. Это правда? А у нас в фильме есть ответ на этот вопрос. Когда кому-то говорят, что это правда, он говорит, ну, зря брехать не станут. А другой говорит, ну, там не так было, там ведь по-другому было. Он говорит, ну, людям виднее. Этот фильм, ну, помимо того, что в нем было задействовано огромное количество спецэффектов, просто не бывало, чем он для российского кино уникален? А давайте мы с вами поговорим после просмотра. Мало нас. Каждый из нас десятерых ордынцев стоит. Мне это напомнило 300 спартанцев по своей антиисторичности и обилию спецэффектов и непобедимости главного героя. В данном случае я бы назвал этот фильм «30 рязанцев». Главный герой противостоит злу. Как вы думаете, обычные россияне чему сейчас противостоят своей обычной жизнью? Вот я противостою пошлости, серости, гадости, сквернословию. Вы тоже своего рода евпатик и лаврат. Я самый, что ни на есть он. У меня претензия к Джанику, почему я не снимаюсь. Вывод, который я сделал, что путь к сердцу женщины лежит через свистульку. Гениальный вывод. Вопрос только в том, для кого какая свистулька. Это тоже актеры фильма. Это «Дети калаврата». «Дети калаврата». Отличное название для хардкор-группы. «Дети калаврата». Честно говоря, я хочу, чтобы для моих детей теперь примером и главным героем их игр был «Калаврат». Да? Не какие-нибудь супермены, айронмены и так далее. Доброе, патриотичное кино о русской душе. Это сказка. Это не документальное кино. Давайте верить в сказку все-таки, действительно. Давайте. Паша Плохой, О2ТВ. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, лайкайте нас в Instagram и верьте в сказки.